Hello everyone! Это видео с последними кадрами, когда мои новые беговые кроссовки были в состоянии чистых и статусе все еще новых. Всего через несколько минут вы увидите их состояние после тренировки и услышите мои горячие впечатления после первой пробежки в кроссовках One Mix Iron Armor по пересеченной местности. Enjoy watching! Приятного просмотра! Продолжение следует... Оцените мои скромные попытки подефилировать и попродавливать подошву своими 66 килограммами. По-моему, почти получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... что называется почувствую разницу сейчас разминаться буду в старых чтобы эти с боков не испачкать и потом экипируюсь хардкор хардкор с этап ну чтобы в плюс 31 точно не замерзнуть и понеслась ну чё сказать только прибежал забыл шнурки ну точнее не было времени шнурки по беговому шнуровать по быстрому надел для первого теста уже не терпелось не терпелось а то а то так и не побежал вот чего я могу сказать ну реально инопланетные тапки после того в чем я бегал до этого ощущение просто непередаваемые это это кайф самое такое интересное что заметил из технического да я как технический специалист и вообще человек постоянно изучающий техническую часть да мне интересно в первую очередь все с технической части что могу сказать амортизация вот этот промежуток на подошве телефон подойдет выполняет и как пневмо амортизирующую функцию так и как распределитель нагрузки так скажем да ну ясно что подошва расходится в две стороны то есть при при ударе она как бы как как объяснить то что-то типа пирамидального распределения усилий и обратного толчка по той же амплитуде то есть наступаешь немного расходится при амортизации то есть получается еще стабилизация плоскости соприкосновения пятна контакта да то есть хоп и тем самым стабилизирует стопу плюс вот эти упоры для голеностопного сустава все это в комплексе очень плотно так наступаешь уверенно даже если куда-то наискось нога уходит рассчитано что с этой части наплыв но он как бы диагональный срез такой даже если здесь где-то уходит она стабилизирует от вывиха во внешнюю сторону и соответственно во внутренней стороне то же самое но здесь больше развита мне кажется стабилизация в пятке в первую очередь упирается пятка а это ну логично да она по перекату уходит но если загибается нога вперед можно начать с того что когда бежим стопа чаще всего не наружу а естественным образом уходит внутреннего такой перекат даже если рельеф тропы уходит во внутреннюю сторону здесь тоже получается стабилизация эта часть отсоединяется вот поверхности соприкосновения здесь получается такой гэп а здесь нога стабильно стоит за счет вот этой плоскости то есть вот этой плоскости хватает а для того чтобы стабильно стояла стопа при ну искривление поверхности вовнутрь да внутри бега очень клево не приходится думать будет ли какая-то ямка или неровность впереди то есть хоп наступил и она автоматом стабилизировалась то есть интеллектуальный просчет стабилизации и физически гораздо меньше меньше нагрузку вызывает то есть бежишь особо не парись как бы помогает технологии ну что называется да технический допинг блин и это очень сильно ощущается вот даже на первой пробежке очень стабильно плюс это дельтообразная форма ну подошва понятно да по всей плоскости она создает правильное направление постановки стопы и дальнейшего дальнейшей трансформации энергии то есть накатываешь и она как по рельсам немножко идет нога очень кайфово отбрасывается в обратную сторону то же самое после толчка вообще кайф я до этого таких о это норма это норма не знаю откуда в общем я до этого таких ощущений ну понятно не испытывал до бегать во всяком гавне следующий момент при форсировании наклонной плоскости в горку когда бежишь зацеп то же самое угол стопы не искривляется как при плоской подошве ну как на моих известных кедах то есть получается что-то типа как будто бежишь по лесенке которая тебе помогает тогда с небольшим уклоном туда как бы по зацепам бежишь удобно хоп как на платформу стопа цепляется зацеп осуществляется такая же история при спуске очень удобно гасить гасить усилия точнее его вообще не приходится вообще не приходится гасить бежишь как бы опять очень стабильно вот все что могу сказать стабилизация кайф да замечу что я сильно не шнуровал то есть как они были из коробки из пакетка зашнурованы так я и оставил чуть-чуть подтянул и сверху здесь немного натянул натянула завязал узлом шнурки заправил шнурки вылезали приходилось останавливаться заправлять обратно нужно немного наискосе убирать либо я же говорю по беговому их засовывать под под перекрестие отвлекся самое главное по технической части что я хотел сказать что стабилизация вестибулярного аппарата не триггерится раздражается по минимуму да раздражается по минимуму если можно так выразиться то есть при беге кто 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 бегал знает что возникает такая вибрация даже зрение немного прыгает и такой небольшой шимми эффект такой постоянно удар доходит до шейного отдела и соответственно голова постоянно вот так танцует картинка пляшет ну понятно мозг как персик в банке да был очень хороший пример в фильме с уиллом смитом мозг как персик в банке сотрясается от этого встаешь ментально и физическая усталость наступает в разы быстрее потому что насколько мы знаем разум при преобладает над физической силой и стойкостью да в основном вся сила сосредоточена в разуме опять для тех кто не узнал вот человек который увлекается исследованиями мозга нейронаукой соответственно выносливость в таких тапках повышается и это не миф муравьев просто жесть муравьи желают покататься но они немного опоздали вот яркий пример на после пробежки более трудно подбирать правильные слова потому что мозг уже немного немного истощен потому как в реальном времени происходит анализ комплексный анализ вообще происходящего и просчет дальнейшего действия и дальнейших действий в прогрессе поэтому самый истощающий вид усталости это усталость самого главного интеллектуального органа в организме не только человека в целом организме любых но не знаю насколько любых ну в общем млекопитающих так ограничимся не знаю насчет всех в организмах которые способны на активную интеллектуальную деятельность вот это мой самый главный point про снижение интеллектуальной истощенности в процессе тренировок ну и про общую физическую соответственно да все эти стабилизация менее истощает опорно-двигательную и мышечные системы потому что опять-таки помощь при стабилизации нагрузка меньше истощение меньше следовательно power ресурс запас сил остается больше до вентиляцию особо не почувствовал потому как были вообще бессмысленно и горячая прослойка воздуха ну сейчас на состояние носков можно будет посмотреть я как и сказал белые модные которые в комплекте были не надевал на девочка чутка постарее да чутка по изношенному потому что смысла нет надевать белый так как они станут станут немного ну еще и не я бы не сказал так что сильно ну наверное если сейчас простернуть то будет жесть это будет черный ну так так принципе может сказалось то что здесь платформа высокой пыли меньше туда засыпается потому как в кедах на плоской подошве ну такое ощущение что пыль просто туда кружками засыпают после пробежки полностью носок был бы черный ну и вот эти моменты это я же говорю естественно это я еще не падал сегодня а так а так вообще easy по комфорту по комфорту стопы внутри кроссовка нога плотно прижата здесь по краям ну не так я же говорю я сильно не затягивал не что прям плотно хардова для прям длительных длинных дистанций а ну в целом вот чтобы было достаточно комфортно да по длине стопа тоже за счет стельки в стельке как 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 называть то выемка занимает выемку в плоскости стопы и нога никуда не ерзает никуда не так не по горизонтальной плоскости не по вертикальной очень стабильно стоит опять стабильность по язычку ничего не упирается никакого диком дискомфорта я не заметил хотя хотя при примерке сообщал о том что кажется что он упирается ничего не ощутил в общем вообще никаких дискомфортных ощущений на данный момент не замечен ну нужно понимать да в чем я бегал раньше и в чем я бегаю теперь клапан не знаю как он работал ну пыль наверно туда под засасывал можно посмотреть можно и нужно интересно ну немного что то есть что там ну там естественно трава там естественно грязь и пыль не знают куда она поступала так как я же говорю здесь все прозрачно ну пофиг вообще по возврату поступающих усилий как они пружинят назад я ожидал что слишком мягкая подошвенная платформа будет гасить усилия что-то типа как при беге по песку может кто знает кто бегал по песку все твои сил все это все твое усилие гасится песком и сил на толчок уходит гораздо больше интенсивность толчка при этом падает именно вот этого баунс эффекта но нет при соприкосновении гашение ударной нагрузки потом сосредоточение и перенос ну понятно что нога осуществляет накат и далее баунс эффект переходит на переднюю часть подошва сминается и происходит вот этот самый баунс то есть ощущается небольшой такой отскок как при движении в отрицательном наклоне так и в положительном ну в положительном понятно под гору не особо это ощущается под гору наоборот кстати как я говорил уже по такой плоскости удобнее немного не приходится искусственно тормозить задействовать усилия на торможение а как мы знаем опять-таки если какое-то усилие при беге создается стопой оно также создается всем опорно-двигательным аппаратом все углы при этом задействованы вот этот баунс даже при движении в наклонную плоскость в горку ощущается был к этому так расположен скептически думал что это миф про все вот эти баунсы никогда не ощущается я бегал пару раз да в мягких прям кроссах никакого баунса я не почувствовал здесь же смело заявляю с полной долей ответственности здесь он присутствует и это ощущение я не могу сказать насколько оно там не могу привести процентное значение до сохранения усилий процент усиления при этом баунс увеличение скорости и так далее но то что он ощущается он немного так подпины вы могу с уверенностью подтвердить при дестабилизации стопы ну при попытках дестабилизации да то есть когда по определенным склонам начинает уходить стопа ну попадаешь в клею либо попадаешь на склон здесь опять-таки не замечено никаких переворотов стельки вокруг чувствуется да что немного стелька ходит смещает положение но вместе с ногой нога немного уходит вперед следовательно стелька немного так сдвигается но ощущается что сминается она не понятно не жестко там не приклеена в принципе как и весь кроссовок он немного сдавливается вперед нагрузка переходит а прям при резких уклонах на бок тоже ничего такого дестабилизации не обнаружено опять-таки очень стабильно факт вердикт общее состояние после первой пробежки after first run я думал будет полный ад в некоторых моментах попадал в росу думал они вообще у будут в полном гавне потому как слой пыли ну как будто бежишь по по песчаной трассе вот такая пыль очень мелко дисперсная но нет они еще живы и вполне вполне поэтому ясно если полоскать сейчас начать там пыль будет течь очень долго но в целом ок лайк а муравьи я короче понял они они либо сползаются на свет либо на свет и аромат полевых трав а подошвы кстати чисто сори за терпеть не могу когда кто нибудь тычет ногами в кадр но тут понимаете я обязан констатировать этот факт сарян что и и и и и и и и и но и и и и и и и и и Тяжелее, более тяжелее искать интеллектуальную, блять, неинтеллектуальную. То есть у тебя получается, блять, опять у тебя, decrease, уменьшение интеллектуальной, уменьшение.